При обследовании стоматологического больного необходимо определить прикрепление мягких тканей при двери полости рта, уздечки верхней и нижней губы. Для определения прикрепления уздечки верхней губы указательным и большим пальчиком отводим верхнюю губу кверху и наблюдаем, как располагается уздечка. Если она не белеет и тоненькая, то все в норме, как в данном случае. Для определения прикрепления уздечки нижней губы мы также аккуратным движением отводим нижнюю губу вниз и наблюдаем прикрепление уздечки нижней губы. Здесь она тоненькая и не белеет при натягивании. Прикрепление уздечки языка также имеет важное значение при обследовании стоматологического больного. При широко открытом рте просим нашего пациента кончиком языка достать верхние зубки и наблюдаем, не закрывается ли при этом ротик и не натягивается ли уздечка языка. В данной ситуации мы видим вариант нормы прикрепления уздечки языка. При обследовании состояния слизистой полости рта используется проба Шиллера-Писарева или проба на скрытое воспаление. Она проводится с помощью раствора люголя, который наносится на слизистую обследуемого участка с помощью ватного тампончика. Отсутствие окрашивания десны, как в данном случае, говорит о том, что проба на скрытое воспаление отрицательная. Для определения степени воспаления в десне используют индекс PMA. Это папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс. При исследовании его окрашивается часть воспаленной десны с помощью йод-содержащего раствора. При окрашивании сосочка в коричневый цвет индекс определяется единицей. При окрашивании сосочка и десневого края оценивается в 2 балла. Если же окрашивается и альвеолярный край десны, ставим 3 балла.